Главное спортивное событие зимы. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в субботу стартовала в Иванове уже в 12-й раз. Традиционно средоточием профессионалов и любителей этого вида спорта стал городской парк Харинка. По массовости «Лыжня-2019» побила прошлогодний рекорд. Сегодня мы ожидаем на 2-2,5 тысячи. На момент начала соревнований было зарегистрировано около полутора тысяч. Поэтому я думаю, что мы планку 2,5 тысячи выдержим. Потому что погода хорошая, трасса хорошая. Сейчас мы наблюдаем очень много людей, особенно детей. Очень много групп возрастных. Это и дети, и средний возраст, и, конечно же, наши ветераны. За годы проведения «Лыжня России» завоевала народную любовь в первую очередь тем, что принять участие в гонке может каждый. Не обязательно быть спортсменом, без устали тренироваться. Это праздник для каждого, кто выбирает активный образ жизни. Вне зависимости от подготовки, пола и даже возраста. Мне 80 лет, а лыжами занимаюсь и за памятных времен. Всю жизнь лыжами занимаюсь. Для многих ивановцев «Лыжня России» это уже семейный праздник. На этот раз семейный заезд впервые прошел в форме эстафеты. Победила команда Федосовых-Герасимовых. Мы участвуем второй год тут. В том году мы были не первые, но были в призах. А этот год мы остались первыми. А так участвуем тоже на областных соревнованиях, на районных. То есть это не первые у нас соревнования и медали. Как тебе победил сегодня? Не знаю, она не поняла еще. Всего разыграно порядка 20 комплектов наград. Традиционно поощрили самого маленького участника и самого возрастного. Но главную награду получили все лыжники. А именно весело и интересно проведенную субботу на свежем воздухе в кругу семьи, друзей и единомышленников по лыжне. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново. Денис Денисов, РТВ Иваново.